МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем добрый вечер! Я Андрей Малахов. Мы в прямом эфире. Накануне Нового года мечты сбываются. По вашим многочисленным просьбам. Вот уже несколько месяцев, как 64-летняя жена эпатажного шоумена Гогена Солнцева пропала со всех радаров. Квартира Екатерины Черешкович впустует. Вот уже полгода она не появляется на фотографиях мужа в соцсетях, а недавно всю страну поверг в ужас вот этот снимок, который тут же прокомментировал Гоген. Она давно мотается по медицинским учреждениям. Это не первая ее больница. Но еще не сдохла. Лысая голова, пугающие пятна на коже и явно болезненный вид. От былой красоты, которой так забивалась пенсионерко-пластическими операциями, ничего не осталось. В сети тут же появились громкие заголовки. Жена Гогена умирает от страшной болезни. И только нам удалось найти, где скрывалась все эти месяцы больная супруга шоумена. На выход уже хочу. С мужем моим сговорились, конечно. Да я даже не сомневаюсь. Да, он так переживает, ни разу меня не навести. Все это время сам Гоген не терял времени зря. Пока его супруга боролась за жизнь на больничной койке, он нежился на берегу Южно-Китайского моря, в окружении морских звезд и наслаждался экзотическими видами Вьетнама. А вернувшись в Москву, решил наведать забытую супругу, но его ожидало большое разочарование. Супруг приехал с гостинцами, с гостинцами приехал, а ее нету. Принески, вон какие гостиницы, шикарные. И где эта тварь теперь? Произойдет ли торжественное примирение Гогена Екатерины Терешкович в студии прямого эфира накануне Нового года? Или они расстанутся навсегда, только в прямом эфире? Ваше состояние более стабильное, поэтому мы вас отпустим. За время нахождения в клинике мы вас полностью обследовали, купировали ваше состояние, восстановили нервную систему. Меня тут чуть не купировали. Самое главное, чтобы элемент тяги к определенным месяцам прошел. Прекрасно. Все? Я могу одеваться? Да, одевайтесь. Все, все. Благодаря тебе, Манечка. Манечки, пока. Вот, зараза, Илюха запихала меня сюда. Так, ну ладно, все, я собираюсь и одеваюсь. А то как бы они не передумали там. О, мамочки, где выход-то? Ах, вот она, господи. Серьезно, спасибо. Я желаю вам здоровья. Лучше к нам не попадать. Все, фу, боже, как хорошо. Перемещая воздух, свобода. А иду навестить любимую супругу в клинику, потому что пошли случаи, что она чуть ли не умерла, скончалась. Доброго полуния. Доброго утра. Скажите, пожалуйста, у меня здесь супруга лежит. Дайте, пожалуйста, справку мне о том, что... Какую справку? Ну, что она здесь вот находилась, что она здесь лежит. А фамилия? Терешкович. Да, где написалось? Терешкович. Терешкович фамилия. Я понял. Она здесь была? Да какой пока... А сейчас где она? Ну, она по собственному желанию категорически выписалась от нас. Простите, а разве можно так без супруга выписаться категорически? Ну, она ж непризнанная, недееспособная, неуменяемая. Мы не имеем права её. А скажите, пожалуйста, в каком направлении эта овца ускакала? Может, её можно догнать как-то ещё? Потому что я на транспорте. Боюсь, что не догоните. Она очень энергичная женщина. А как же теперь искать? В розыск подавать международный? Наверное. Покажите мне, где она лежала. Может, она сделала какую-то записку мне? Нет, ну вы поймите, супруги нету, может быть, живых уже, а вы такие слабые. Ты дурочка, с***! Слушай, прекрати! Пойдёмте, а что же вы? Вам, значит, есть что-то скрывать? Катя, Екатерина Львовна! Это процедурный. Катя, была моя здесь? Нет, не видела. Не видела. Она лежала здесь, на этой кровати. Видишь? А где, почему без привязок кровать? Она что, вот так лежала и без привязанной даже? Не требовалось её привязывать. Супруг приехал с гостинцами. Я не шутил, я такой скандал. С гостинцами приехал, а её нету. В среде не скандалит. Пока. Ну, откройте ли вы меня тоже хотите упаковать, что-ли, здесь уже? Я её ищу, все нервы истрепало. А как получилось? Ты что, три месяца не звонил в эту клинику? Не узнавал, как она себя чувствует? Получилось вообще, вот, верьте, не верьте, у меня украли телефон. У меня новая сим-карта была. Я потерял вообще связь с врачами. И я приехал, когда смог вообще прилететь. Потому что, когда вышла фотография Екатерины, вот эта вот, это фотография из второй клиники. Из второй. Это селфи, которое она сама распространяла друзьям. Мне сразу, Надь, оборвали просто все соцсети, все телефоны, мне звонят все администраторы. А у меня нет телефона, нет симки, нет номера врача. Звоню в клинику. Вы поймите, из Вьетнама дозвониться крайне сложно. То есть, я беру билет за самую дорогую цену и прилетаю ближайший рейс в Москву. Приземляюсь. Практически сразу я еду в клинику. Потому что мне говорят, она у нас. Разминулись буквально в два дня. Она сбежала, как всегда. Они не могут, вы поймите. И главное, что когда ты убежал из клиники, ты отправился искать свою жену. И по пути, по пути ты сразу заехал на кладбище, чтобы посмотреть место. И не произошло ли что-нибудь. Внимаю. С наступающим мы будем следить за развитием событий. Берегите себя, своих близких. Не злоупотребляйте алкоголем. Ну а если встречаете Новый год, только с телеканалом «Россия». Настоящий новогодний огонек только здесь. До свидания.